напрямую с представителями. Хочу вас поблагодарить за выступление и как бы чуть-чуть добавить, сказать, то есть ребятам, школьникам сейчас максимально интересные из всех направлений, которые вы сейчас озвучили, это среднее профессиональное образование, правильно, куда вы готовы их принять на обучение. И для тех, кто постарше, у кого уже есть среднее профессиональное или высшее образование, это дополнительное профессиональное образование, верно? Немножечко поясню. Мы занимаемся образовательной деятельностью в рамках только дополнительного профессионального образования. Мы не являемся учреждением среднего профессионального образования, мы учебно-методический центр, то есть мы сопутствующие образованию структуры. Все, спасибо большое. И также хочу отметить, что нас сейчас смотрят также представители вузов из Узбекистана, представители многих школ, и мы надеемся, что также будет плодотворное сотрудничество, возможно, после вашего выступления. Спасибо большое. И можем вернуться немножко назад. Вот у нас был в чате вопрос к Руслану Махаровичу. Руслан Махарович, можно вам вопрос задать? Да, конечно, готов. Ребята в чате спрашивают, есть ли в Академии юриспруденция и педагогика. Вот именно это направление в вашей Академии заинтересовало. А также информационные технологии, если есть. Есть информационные технологии, замечательный институт прикладной математики информационных технологий и юриспруденция, которая адаптирована была еще лет пять назад под программы Саратовской государственной юридической академии, с которой мы активно сотрудничаем. Готовим бакалавров и специалистов по специальности правоохранительной деятельности, в том числе. Магистерские программы по трем направлениям, по программам юриспруденции. На сайте Академии все это расписано, если что, пусть посмотрим. Спасибо большое. Да, ребят, смотрите, пожалуйста, на стендах и на сайте. Вся эта информация есть. И также хочу отметить, что вот спрашивал был вопрос по педагогике. Как раз вот вторым выступлением было Нижегородский государственный педагогический университет. Также обратите внимание, там, естественно, есть направление соответствующее. Спасибо. И следующее выступление Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого. Данькова Татьяна Николаевна, пожалуйста, вам с словом. Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники, гости выставки. Я благодарю организаторов за возможность принять участие в таком мероприятии, собравшем такую большую аудиторию. И благодарю за возможность представить мой вуз, наш вуз, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого. Скажите, меня хорошо слышно? Да, да, вас слышно хорошо. Спасибо. Наш университет давно сотрудничает с Республикой Узбекистан. Так, например, в рамках реализации проекта аграрный менеджмент совместно с университетом Ван Штефен Трисдер в Германии наш вуз много лет сотрудничает с Ташкентским государственным экономическим университетом. В 2021 году было подписано соглашение с Индижанским сельскохозяйственным агротехнологическим институтом. У нас также обучаются студенты из Узбекистана, но хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. И наша основная цель и большое желание – это привлечение абитуриентов именно из этой страны на обучение в наш университет. Воронежский государственный аграрный университет был создан законом Российской империи, подписанным императором Николаем II 9 июня 1912 года, как Воронежский сельскохозяйственный институт императора Петра I. Воронежский ГАУ стал первым высшим учебным заведением Центрального Черноземья России. Наш ВОЗ имеет достаточно большую историю. На этих слайдах показана закладка капсулы первого камня, фундамент университета в 1913 году. Сегодня Воронежский государственный аграрный университет является научно-исследовательским, образовательным, учебно-методическим и культурным центром Черноземья. Одним из крупнейших ВОЗов в системе Министерства...